Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. И сегодня у нас вторая серия готовка. Мы обещали вам приготовить овощи запеченные в аэрогриле. Запеченные овощи можно кушать как гарнир. Мы когда готовим грудку, рыбу, и вот заместо углеводов, если там рис, гречку не хотите, можете запечь всегда овощи. Это безвредно, полезно, сохраняются витамины в аэрогриле, я знаю, так же, как и в духовке, в принципе, очень удобно. Давайте попробуем. Предварительно, конечно же, мы овощи наши помыли, обсушили. Вот такой мощный у нас сегодня баклажанчик. Режем на колечки. А, да, и в этот раз я сделаю, наверное, просто порежу и сразу отправлю в аэрогриль. Но нужно вообще, как говорят, чтобы горечь вышла, все дела. Нужно вот так порезать на колечки и залить холодной водой с солью, чтобы вот постояли они там. Тогда выйдет вся горечь. Ну, мне не горько, поэтому я этого делать не буду. Ребят, взяла нож побольше, чтобы было удобно резать. Ой, этот сильно тонко. Этот не считается. Ну, вот как-то так вот средненько. Я люблю такие овощи больше аль денте. Мне их сильно готовить не нужно. Такие, чтобы хрустели на зубок. Особенно цукини, перец. Вообще, буквально чуть-чуть вот в температуре они там побудут у меня. И кто-то любит по-другому. Ну, в общем, не забываем про овощи. В правильном питании их должно быть много. Наши баклажаны мы порезали вот такими колечками. Теперь мы будем их, ну, так удобнее, прежде чем положить в аэрогриль. Если бы я готовила в духовке там, да, я положила бы сразу на противень. Так. Теперь мы смазываем масло. Масло оливковое, экстра-верджин. Я это делаю вот так. Польем так, буквально чуть-чуть покапаем на него. Так. Угу. Такой, как губка, да. Он быстро все впитывает. Все, что я накапала, уже впиталось. Посолим, наверное, чуть-чуть, да. Вообще, я очень часто не пользуюсь солью. Практически не пользуюсь. Для меня все такое достаточно соленое. И так, в каждом овоще, да, как вы знаете, есть природная там какая-то соль. И если долго не есть соль, вы будете в помидорах и в огурцах ее даже чувствовать. Ну, у нас большие отверстия, поэтому я вот так положила на ладонь. Буквально чуть-чуть присолю. У кого есть, можете использовать различные вообще приправы, какие вам нравятся. Может, это будет вместо соли у вас бальзамик, допустим. С горошком. У нас из Камбоджи перец, да. Ну, либо ступку, кстати, давно хочу купить себе ступку, вот эту вот, насыпать туда всего. И вот так перемолоть себе смесь. Надо будет приобрести. Вот так вот. Я перец люблю, поэтому, особенно в зимнюю пору. Следующий я взяла цукини. Все там на шкурке, если что-то находите, вот я быстренько сейчас обрежу. Все обрежу. Так, ну и все, колечками режем. Цукини я люблю резать потолще, чем баклажан, чтобы он хрустел у меня. Так, ну, все. Наверное, хватит. Так, выкладываем. Выкладываем также колечками. Выкладываем. Следующий у нас будет перец. Такой сочный, желтый. Это у нас, знаете, зимняя хандра. По-моему, всегда выпуск был. Вот, цветотерапия пошла. Все надо яркое. Кушать яркое. Носить яркое. Тогда будет хорошее настроение. Такой ароматный перчик. Ну, вот так на дольки порежем. Так вот, повыкладываем. Теперь красный берем. Люблю красный цвет. Это заметно, да? Так, почистим вот так. Все прожилочки удалим. Удалим. Вот так. Сейчас постучу. Косточки прилипли. Так. Еще чуть-чуть. Ну и вот. Вот так тоже порежем. Кладем. Ну и то же самое повторим. Смажем оливковым маслом. Ну, вообще-то этого делать не обязательно. Ну, я решила так. Не вижу, капает? Чуть не капает. Сейчас, секундочку. Угу. Капает. Так вот смажем чуть-чуть. И посолим. Бальзамический уксус закончился, поэтому используем соль. Немножечко, буквально капельку. Чтобы тоже совсем пресно не было. Так, все. Все. Отправляем в аэрогриль. Вот такая у нас красота получается. Вкусно и полезно. Так, теперь отправляем это в аэрогриль. Готовим при температуре 180 градусов 10 минут. Ну, я готовлю 10 минут. Это получится так немножко аль денте. Кто хочет помягче, 15 минут. Итак, мы наши овощи отправляем в аэрогриль. Баклажанчики наши складываем на нижний ярус. Вот так. И берем... А, ставим второй. Второй этаж. У нас двухэтажный такой будет. Замок. Двухэтажный замок. Из перца и баклажан. Так. Складываем. Так. Я думаю, у нас все поместится. Перчики, баклажанчики. И вот. Всегда используйте в качестве гарнира овощи. Кто этого не делает, учитесь, привыкайте. Вам понравится. Это очень вкусно, легко, быстро, доступно. Вообще, занимает минимум времени. Грудку приготовили и овощи. Будете стройные и красивые. А у нас все готово тем временем. И мы начинаем пробовать, наверное. Сейчас попробуем. Как это я вот хочу цукини съесть. Цукини я вообще очень люблю. И в сыром виде, кстати, я тоже их употребляю. В салат. Такой, как огурцы и помидоры. Да, это уже скучновато. Лист салата туда. И вот цукини прям соломкой нарезаю. Очень вкусно они. Даже непонятно, что это цукини на самом деле. Ну что, пробуем? Ну, всем знакомые овощи, в принципе, что тут пробовать. Но продегустируем все равно. Сколько мы готовили? Мы готовили 10 минут. Угу. Для тех, кто любит помягче, мы готовили 15 минут, они чуть-чуть хрустят на зубок. Горячий, теплый овощ, сочный. Не клеклый вот такой получился. Ну, вкусный. Я так люблю. Угу. Не хватает куска груди. Грудки, то есть. Видишь, гарнир у нас, ну, сегодня такой вегетарианский обед. Ребят, кто-нибудь из вас есть вегетарианцы? А то я вам тут том-ям готовила в предыдущем ролике. Может, вы вегетарианцы, вы пишите. Может, что-нибудь вегетарианское с вами приготовим. Друзья, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Мне приятного аппетита. Вам пока-пока. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии. А я вам буду отвечать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok